А в нашем сообществе ВК по понедельникам эксклюзивно выходит влоги, так что давайте скорее вступайте. Нам в Украине предстоит воспитывать его. Время 12 ночи, сказали, что увезли до утра. Так странно. Я сегодня Ваську дважды за день оставлял одну дома. Егор, Е! Это база. Куда едем, Вась? К маме в детский дом. Совсем недавно снимали вписку, а теперь снимаем выписку. Малыша унесли подмывать. Сказали, сейчас понесут кормить. А я пока завтракаю. Это рисовая каша, омлет, сыр, тумушь, который еще спит. Человечек спит. Мне принесли печеное яблочко. Сижу в тишине, муженька уехал. Сейчас пойду помоюсь, лягу. Надо шов обработать. Что еще? Сижу просто в тишине. Наслаждаюсь. Тишина. Вчера был день сложненький. Сегодня восстанавливаемся. А пока поем свое печеное яблоко. Не хочется ни телек смотреть, ничего. Просто хорошо. Думала, может быть, размотать гамак, в нем полежать. А мне кажется, я в него залезу, а потом не вылезу. Поэтому, наверное, не буду. Что там прихтит у меня кто-то? Мне, кстати, сняли катетер. Это такое счастье. Им так неудобно. Хорошо. Рука свободна. А вы любите печеные яблочки? Я не очень. Обсуждаем еще с мужем выписку. Не хотим делать ничего. Никаких там простовых кукол. Вот это вот все. Ну, мы такое не любим. Вот, поэтому будут только близкие. Самые, самые близкие. И все. Вот так вот выпишемся. По идее, у нас выписка послезавтра. Да, тут всего два денечка держат. И потом домой отправляют. Ничего тут на харчах сидеть чужих. Пойду, посмотрю, что там человек у меня. Крихтолик. Иду домой. Девчонки. Вы, девчонки, что живет? Я говорю, привычка терпеть девчонки. Жена моя с огромным мужчиной осталась там еще. Им там два денечка провести надо. А я иду к Василии с Денисовне. Переживал так вчера. Она вчера у мамы спрашивала, звонил. Что она там, говорю, не ревнует? Мама говорит, вроде ревнует. Я уже позвонил, болтал с ней. Пытаюсь это научиться различать. Знаете, мои проекции, моих детских страхов. И реальность. Ну, и реальность. Не хочу нас плюсовать слишком сильно. Ладно, все, домой иду. УЗИ с малышом едем. Мне УЗИ уже сделали. Сейчас будут малышу делать УЗИ. Посмотрим там у него все. На улице с ней. Так. Нахотится воздухом подышать. А мне принесли обед. Мне кажется, я впервые буду сейчас есть горячий обед. До этого пока не получалось. Я вам покажу, что у меня будет здесь. Сегодня картошечка с какой-то рыбкой. Тут сыр и супчик. Так, ну, значит, я уже дома. Всем привет, меня зовут Василиса. Мы сегодня... Ты можешь так покатить? Василиса. Всем привет, меня зовут Василиса. И сегодня мы будем снимать ролик, в котором мы будем сидеть. Папа будет пить чай и разговаривать. А я ее папа. Меня зовут Денис. И мне 37 лет. 7 лет, да. Слушайте, пока мы с мамой в роддоме с братиком, мы с Василиса решили устроить... Пинькал. Пинькал. Или 24 часа едим только продукцию Влада А4. Мы будем кушать только на завтрак, а ведь ужин только то, что есть у него. Сейчас время уже, смотрите, сколько. Мы начинаем, конечно же, потому что я приехал поздно, поэтому мы начинаем сразу с ужина. Видите, вон, уже темно. На экране, конечно же, кто? Конечно же, в лет Эчи Тюри. Как я продажно любезно подготовил нам завтрак обед и ужин. Мы горячих пока не заказываем, потому что у Влада есть пицца, наггетсы, что-то еще. У-у-у-у, смотри, палочки, а, это... Как палочки? Есть сухарики. Вот теперь все. Это все, что есть в этой коробке? Да. Это новогодний супер бокс? Да. Видишь, написано набор, вот тут. Новогодний супер набор, это чипсы, палочки и сухарики? У меня, не поверите, тоже зеленые чипсы Лава-Лава с луком и сметаной. Ути-крути, сухарики. Ну, хотя бы это, игрушку какую-нибудь положили, да? Что-то как-то супер набор просто... Это моя игрушка. А, ой, на могу. О, открытка у меня с Владом А4. А у тебя же где-то такое? А у тебя такое нету? Вау. Так нечестно. А почему у тебя что, выпало или что, или как? Или он только в некоторых войдет? Ничего себе загадка. Причем, изначально твоя коробка была. Помнишь, ты мне ее дала в последний момент? Угу. Сказала, она чуть порванная. И там была супер-супер накладка какая-то. А, получается, моя пустая была. Дай посмотрим, что там. Смотрите, вот такая открытка. В моем наборе, ты знаешь, что было? Шапка от А4. У меня сразу живот скрутит, если я такое поем на ужин. Надо что-то еще думать. Сколько я продавши еще подготовили? Ну, я боюсь, что у нас там просто три пакета. И я боюсь, что там не хватит на завтрак и обед, если мы сейчас все раздербаним. Но супер набор. Прикольный как эти снеками. Я хочу вот это открыть. Подожди. С этой шапкой. Вот это что-то жесткое тяжелое. Отдай. Блин, интересно. Твой братик, какие будет любить блогеров? Фиксики он будет любить, мне кажется. Фиксики? Коммун-кола, коммун-кола. Ой. Ой, Влад, у тебя шрам. Сори. Зато у тебя нет тут шрама. Хопа, хопа. 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 Хоп. Хоп. А у тебя там что? Да, ой, мулять. Интересно, интересно. Так, а что же вы сейчас, секундочку, что же в моей коробке? Мам, там тихо. Тихо. О, сухарики, ёкало моря. Сухарики, раз. Всем привет, меня зовут Влад А4. Два, сухарики, три. Кстати, Влад говорил, что это самый его любимый. Сухари с чем? С холостом? Сейчас мы попробуем. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. А это мне шляпа. Ну, есть шляпа, ну давай, шляпа, давай. Все, короче, пресса ужина тем, что есть. Такой вот скромный ужин у нас сегодня будет. Чипсы, сухарики, сахарные, кукурузные палочки. Надеюсь, мама этот влог смотреть не будет. Какая мама? Какая? Любая, по сути. Любая мама сразу нам втык даст за такой ужин. Мамуля, извини. Вася уж тебе привет передает. Вася уж привет передает. Маленькая, ну, сыночек. Ой, деда. Чего ты приснилась, что ли? Шпит человечек. Что-то снится, снится что-то. Так, милый, не могу. Вася такой встретился с братиком. Сейчас мама прислала сообщение. Она его 50 раз уже смотрит, как он там снится, он ворочается. Он ворочится. Он на жадный раз, да, чуть-чуть прослезился. Он такой маленький. И он там, блядь, снится. Он такой... Скоро приедет, так интересно вообще. Я Вася говорю, Вася, ты понимаешь, да? Скоро же вообще нам троим предстоит воспитывать его. Что-то там делать. Это все так интересно. Обязательно интегрировали Ваську. У нас нет такого, что вот все. Мы теперь воспитываем еще маленького. Ты напомогаешь, нет, мы все втроем. Семья. У нас у семьи прибавление. Слушайте, я помню, что челлендж А4 мы не будем делать. Ну, у Влада очень все круто, но у него только снайки уснуло. И как-то сейчас не до этого. Мы завтра с Васькой поедем тусоваться. Я думаю, что я ей повезу втайне. Как раз таки вот на эту территорию, которую Влад открыл. Что-то там А4 зон. Челленджи какие-то. Букс не прохитить. Я вижу столько радостей от вас. Отметки, сторис, комментарии. Подписки, комментарии. Вот. И, знаете, столько любви. Вот знаете, какое ощущение мы как будто с горы. Вот представьте, здесь снежная гора. И мы вот так любовь взяли. И катнули ее так вот из горы. И вот это такой огромный уже шар и конец. То есть мы катнули, ну, как бы свою любовь маленькую. И она уже таким огромным волоном конец. Люди делятся. Радуются, мечтают, поддерживают. Блин, так круто. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вы просто бести. На улице какое-то леденящее морозище. Просто, просто очень сильно холодно. А что сказать, как погулять. И потом идем домой ужинать. Ужинать уже никак, а 4 нет. Спасибо. Друзья, я хотел вам напомнить, что у нас в этом году не получилось снять прятки. Вторую часть, где должен был быть приз 500 тысяч рублей. Поэтому я устроил прятки в Телеграме. Переходите в Телеграм ко мне. Вот штрих-код. И ссылка в описании еще есть. Там у нас прятка кнопки. Кнопка прячьтесь. Жмете кнопка прячьтесь. И все. 25-го рандомайзер выберет пятерых победителей, которые получат перед Новым годиком по 100 тысяч рублей. Это чтобы сдержать слово и чтобы прятки все-таки состоялись. Просто не на Ютьюбе, а в Телеграме. Это не я говорила. Да, приходите. Пройти в Телеграме. Переходите. Так, сыночка увезли под лампой. Его посветить. Потому что повысился билирубин. И для этого надо под лампу класть. Вот. Время 12 ночи. Сказали, что увезли до утра. Так странно. Надо спать ложиться. Сыночка привезут. Как только закричит, есть захочет. А я не могу. Сижу, переживаю. Как он там без меня, мой маленький? Котеночек увезли от мамы. Ни в животике нету, ни рядом не стоит. Так странно. Беги туда. В детское отделение. Проверяй, как он там. Принесли мне котеночка. Минут 40 уже так лежит. Принесли покормить. А он смотрел, смотрел на меня. И в итоге уснул. С мамой. Спокойно. И мама лежит, тебя нюхает, целлюлит. Все скучились. Как-то без меня лежали. Маленький. Сейчас его снова заберут, чтобы сделать анализ. Потом уже вернут мне маленького человека. Так соскучилась по нему за дочек. Такой маленький, такой холесый. Что-то так засмотрелось на елку сразу. Такое какое-то, знаете, новогоднее настроение. И захотелось подарки подарить. Ну, а мы еще тут Ваську решили какой-нибудь на спорт пристроить. И поэтому я подумал, надо два в одном совместить. Сейчас устроим такой домашний дартс. Вась, у меня есть для тебя 6 пулек. Тех можешь кидать несколько раз, просто подбирай их. Домашний дартс. Он кривоватый, но ты разберешься. Попади и победи на такой конкурс. Зеленый это хороший подарок, красный, ну, ты. Вот сюда попадешь, получишь пинок. Окей. Опа. О, красный приз. Хоть бы тоже нормальный был. Поздравляю, тетрадь. Что там, что там, что там? Автомобиль. У тебя все мальчишка, если будет. Хочешь заменю? Да. Можно машину? Конечно, можно. Я долго думать не буду. Да, все. Кого? Кукла. О май гад, лол. Пинок! А подожди, а там не обговаривалось, кому пинок? Да нет. Давай. Да нет. О, зеленый. О, пинок. Нормальный. И два пинка. Два зеленых, два пинка. Почему два зеленых? Совмещаем один зеленый и один пинок, чтобы не пинать. И получается один красный. Давай только мы будем бегать. Стараемся бегать. Все, ты не даешь пинать тебя, значит, ты получаешь... И второй. Приезжая подарок, ты получаешь закрытый подарок вместо зеленого, но красный подарок. Что? Может, я закрою, там что-то поменяется? Не-а, не поменялся. Кружка, вау. Спасибо. Крутого адвоката. Ну и для вас, мужчины, операторам, есть утешительный подарочек. Носки. Черные. А, я тебе машину подарил, ты носки отдай. Что-то я забыл, носки мне пригодятся. А, я, мол, без носок единственное здесь в комнате. Если видите это видео, то уже точно наступила пора подарков. А если уже у вас такая погода... Снег и сосульки. То уже точно наступила пора, когда дарить подарки. И если нас чему-то и научила эта игра, то точно, что зеленые подарки круче. Ну, в смысле подарки по низким и зеленым ценам. Хотите порадовать жену крутым феном? Или пора обновить стиральную машину маме? Не откладывайте до конца декабря. Переходите на Яндекс.Маркет и радуйте себя и близких крутыми подарками по низким и зеленым ценам. Любовь моя, смотри, что я тебе дарю. Мне нравится? Вот я сам погоняю на ней. А ты же мне подарил. Ну ладно, что, успокойся, на тебе носки на обратно. Смотри, что отказалось. Открыть надо. Ну что ты делаешь? Ну есть же там вот где место открыт. Ты не выбрал этот подарок? Спокойно, сиди, не молчи. Сейчас буду жестко гонять сейчас. Ну что там, с кормом. Поняла, что отказывалась? Балбисина. Вот так же я всем своим бывшим говорю. Сейчас-то у меня канал на 2 миллиона. И какая машина? Понимаете, какой у меня завтрак. Тут была овсяная каша. А еще оладушки. Просто праздник какой-то. Красота. Так, что же, всем джобры лучше. Джобры лучше, Василиса Денисовна. Угу. Угу. Мама писала нам, звонила. Сказала, что братик похудел. Молоко не приходит. Братик худеет. Но завтра их уже отпускают. И они приедут домой. Поэтому сегодня мы что, Васик, с тобой сделаем? Нифига. Мы сегодня с тобой закажем, чтобы сделали генеральную уборку. А сами поедем тусоваться. Угу. Сейчас покушаем. Я тебе сырники приготовил. Что, сырнички тебе грею? С вареньцем или со сгущенкой хочешь? И то, и то положи. Хорошо, зайчик. Не понятно, что я хочу. Окей. Сырники. Сырники. Все, какое число, Саня? Девятое. Сырники свежайшие. Я приготовил. А у меня что, каша? А у меня все на его вообще. Каша, умреть, запекаю. Два сырничка тебе, или сколько? Я знаешь, что я подумал, Вася? Мы вчера с тобой хотели это поделать. 24 часа едим еду только А4. И у него есть кукурузные палочки. Я подумал, что мне кажется, их можно молоком заливать. Если ты на завтрак есть. Согласен. Иди сюда, только в туалон. Все, садись, Васильев. Хорошо. Ну, не, нормально, давай кушай. Не только с гучонкой. Сервники давай ешь. Я хотел лопнуть. Так, все, клиент запустили, чтобы завтра мама с братом приехали. Невероятно чистую квартиру. Федьку повезли к грумеру. А мы поехали на батуты. Но прежде, чем мы поем на батуты, музыкальная пауза. Давай, зима в сердце. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. Браво, 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 маэстро. Спустя тысячу часов в пробках мы доехали до Эвиперка. Ты поспала? Да, я поспала и я хочу сказать, что типа устала. Ну все, пойдем веселиться-то. Тебе паукан цел? Средняя. Пойдем на батуты. Устала? Почти. Я вот туда хочу. Давай. Держи, держи, держи. Скользко. Я вам покажешь. День. Смотрю. Спасибо большое. Это же приятно. Аааааа. Мы попали в детский необузданный ураган. Надеюсь, мы отсюда выберемся. Так, ну короче, знаманию пришлось покинуть Потому что впервые такое случилось Слишком много детского внимания Мы, оказывается, популярные Все, мы убежали оттуда, потому что невозможно было Вася быстро устало Мы убежали в Панда-парк Блин, клево Вася, кстати, недавно и нельзя был в Панда-парк А уже доросла до детского маршрута Молодец, все хорошо получается Первый уровень? Да Ой, да впереди вообще что Скалолазка, Вальчик Скалолазочка Жестко Так, ага, я так понимаю, тут надо лезть Понятно А, здесь так надо пролазить прям? Да Вау Так, друзья, я отключаюсь, потому что меня надо страховать Потому что в самолете все зависит от винта Вася, я настолько зашел в Панда-парк, что она пошла на второй круг аж Все, она нашла себя по жизни, она панда Попробуй Значит, у нас план такой, мы сейчас по обедрили и пойдем в слайм лабораторию А потом, может быть, вот пойдем в место, откуда делаются дети Нам так кажется, потому что здесь максимум много детей А они прям здесь появляются Предположительно вот отсюда Ну что же, я пошел в кафешку ждать Василису Потому что она там на детской площадке зависла Попью чай Потом берем ее И, собственно говоря, едем домой Дом уже все почистили, все помыли Федьку привели в порядок Сейчас мы его такого порядочного поведем гулять Такие вот новости, такая сводка Завтра уже завтра приезжает брат Ну, для кого-то брат, для кого-то сын Ждем Вот это никогда Вот это никогда И вот это Блин, здесь все такие бедненькие нарисованы Они все такие классные Блин, пап, я вот думаю, какую мне взять? Русалку О, тут вода Сегодня вообще невероятный опыт Я сегодня Ваську дважды за день оставил одну дома Сейчас она такая, ну, устала же Я говорю, хочешь, я тебе дам айпад, посидишь дома? Ага И вот, ты сейчас в айпадике дома одна Я говорю, не боишься? Не, не боюсь Клево Все, собрались, убрали квартиру, хорошо Ну, Лена, конечно, там недовольна, потому что Сейчас приду, покажу, короче, что она недовольна Ну, это реально проблемка Еще из клевых моментов с Васькой я сейчас ее научил звонить по фейстайму Я говорю, если что-то там все станет страшно Или что-то еще на беремене по фейстайму Она такая, хорошо Тестово созвонились Иди уже, пап, иди Хорошо А у нас елку поставили Какая-то такси Ну, какая есть, тоже хорошая Ну, у нас елка дома вообще Завтра мужчинка наш приедет вообще Кушаем С моим Егорика Друзья Егорик поехал со своей командой Куда-то в снежные горы Чтобы выживать до тех пор Пока у нее не будет 11 миллионов подписчиков Я вас прошу Кто не подписан на Егорика Подпишитесь, пожалуйста, на Егорика Это просто топ-контент Чуваки уже на второй день Весь все промокли У одного отит У другого ноги промокли Пускай, конечно, поскорее домой вернутся Они нам нужны целые и здоровые Да, Василек? Да Все, подписываемся на Егорика, пожалуйста И в номинации Лучший влоговый канал 2023 года Получает Кукаяки Спасибо большое Какая почетная премия Спасибо, Егор Егор Ее Егор Ее Это база Приехали наши любимые организаторы Которые организовывают нам все праздники Все, 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 все Общее И сами Такие Мы хотим вам сделать фото-зону Сделали такую красоту Сейчас я доплесошу и покажу Хотя вы можете посмотреть сразу Просто лучшие люди на планете Такие добрые Я вам обязательно ссылку на них оставлю Мы сами у них все праздники организовываем Потому что вам нужен праздник Любого уровня Они супер-специалисты Все сделают Смотрите, какая красивая фото-зона получилась И вот Смотрите И вот сидит главный человек Два миллиона уже Сдувает Еще такая небольшая суета Мы еще с Васькой сегодня чуть-чуть проспали Ой, блин Спасибо большое, Щелин Суперски Люси, кайф Я вас сейчас жду Арторика И мы сразу тоже выезжаем уже Но Блин Да Чуть-чуть придется подождать Но вы кушайте Пейте Что хотите, я вам счет закрываю Что хотите, вот там Чай Хлебную корзину Ни в чем все не отказывайте Окей, ждемся Ты, наверное, зайди, ладно, к нам Так, все, всех 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 позвали Всех собрали Знаете, это ощущение, когда ты распал И ощущение, что никак не можешь нагнать Эту скорость Этот ритм Вот у меня сейчас то же самое Вроде мы все уже успеваем Все сделали Но у меня не успеваю с Федосом чуть-чуть прогуляться Не успеваю отжаться И у меня ощущение, что день пошел не по плану Я такой Ну нормально, сейчас встретим Семью И после этого уже буду все делать А еще, знаете, что Мужчина уважает И женщина Я вот редко убираюсь дома Чаще Лена убирается Ну как, она убирается? А иногда мы заказываем клининг Две недели Три недели Хотим раз, чтобы у нас каждую неделю клининг был Четыре раза в месяц Но пока вот у нас история, что Лена подпылесосшивает чаще сама Ну короче, я что хочу сказать Что такая насадка появилась в пылесосе Которая так подсвечивает лазером Или чем-то там неоном И видно грязь И я понял, что борьба с пылью И всякими грязями дома Это борьба, в которой невозможно выиграть Я все пропылесосил Через два часа Думаю, дай подпылесошу Просто вся квартира Вся Что-то пыль Какие-то волосики Везде Локи-ток протер Пыль уже опять Куда она берется, эта пыль Как будто кто-то Пока отворачивается Мешком прибегает Вот так, пыли Уважайте женский труд Вообще, женщины Я говорю, я после того, как побывал на родах Второй раз Я вновь убедился Что женщины самые сильные Вот это они, сильный пол Мы мужской пол Мы просто мужики Мы крутые, классные Но, когда говорить про силу Мужчины, сорян Женщины, на них все держатся Да, Василик? Все, ждем Артурик И выезжаем Куда едем, Вась? А, куда едем? К маме Куда? Детский дом У вас мама в детском доме? Потом все объясним Ну, как там, она живая, что-то Болеться или что-то Ротдом Ротдом Блин, у вас сейчас в багажник все поместилось Это кресло А оно у вас такое Казалось классное Казалось громоздкое Какая-то паника, говорит, вообще От стуги не могу собраться Может, сто грамм? Сто грамм чего? Картофеля Снега Желтого Ага Совсем недавно снимали вписку А теперь снимаем выписку Пойдем покажу Мы подготовили фотозону Ты втайне от Лены Посмотрим на ее реакцию Смотрите Ну все, пойдемте за ними За виновниками тренства Прикольно у вас имя ребенка Ваву Ваву, да Мы так решили назвать Поэтому с тобой работаем Наша с тобой задача В этом шикарном госпитале Лапино Просто лучшее место на планете Найти лифт Л6 Это Л7 А Л6 может там был? А лифт ЛJ Йоу Да ты сегодня вообще Ты сегодня в ударе Можешь будешь так и делать? А вон там что-то Л6 Жмай Наверх Да Жмай третий Все, едем Я Друзья Хорошо, что все хорошо Я просто Я вообще Самый растерянный человек На планете Успел цветы Но я домой заказал цветы Но я думаю Все равно с пустыми руками Нельзя идти Взял по дорожке Красивенький, да? Да А Лена готова? Сейчас пошел Пороче, Лена Сергеевна Еще не готова Он там голая Сын еще кушает Так что давай здесь Пустим с тобой чая попьем Мужчину не снимай Мужчину? Не снимай его Я из этих Из тех людей Ты подожди Ты же потом смайлик налепишь Нет Все непонятного А как мне? Рукой бы закрывать? Не в его сторону Вот видишь Мужчина спит Так В его сторону Не повалю Ты надо Показать Расказать Здорово Это мать героини Вот Вот тут она Кряхтела Вот тут Вот здесь был Самый тяжелый момент Мне кажется Вот здесь Покажу У нее были Максимум схваток В ванной Она проживала Потом ее вытащили И вот здесь стояла Такая разильная кровать И в какой-то момент Я сказал Надо стоя Рожать? Да Иди сюда Покажем Как это было Вот эту штуку Она сказала Я на ней не буду Я буду на лужи висеть И короче Она вот так стояла Нет За шею бери Да И вот так Мне кажется Это тяжелое было В этот момент Потому что я реально Просто висла на тебя Да нет Ничего не тяжелого В этот момент Еще ребенок был у меня Да 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 Все Мужчинку мы Забираем сейчас Мы ждем Когда его Что Это Упакуют Нам Да А ты же Уже взвала Или что Они не приходят Подожди Кстати Лена уже выложила Фото с малышом Я просто Я Я сейчас скандал учинил Вот смотри Фото с малышом Видишь Бля Я сказал Так его не видно Я ей говорю Я говорю Пока не покрестим Никаких фотографий Я говорю Можно я вот эту фотографию Я говорю Пожалуйста Если бы что выкладывать Просто закроем Смайлик в лицо Она говорит Она мне сказала Что она мне ответила Сказала Не буду я это делать Никаких смайликов Друзья Ну ты не снимай в ту сторону Блин Хорошо Я влогом Я руку вожу Кошмар вообще Лена За съемку Может ты мне заплатить Я могу перевести камеру Ты что ты вообще Я уже нанял видеографы Здесь Кстати Фотографы И видеографы Артур Ты тоже Ты знаешь Постри Не бегай Все Сейчас будет первая встреча У Василисы Денисовны И мужчины наши Кстати у Лены Сегодня знаешь Какой миллион подписчиков В инстаграме Только что Зашли в инстаграм А у меня один миллион бахнул Вместе с молоком Пришло походу Да потому что это хайп Она взяла Положила Смайлика Она можно было Продать на Стархит Или куда-нибудь там Во-первых Раз можно было Фотографию Я больше всего переживаю Что динозавр Которого Вася нарисовала Не успели доставить Он еще едет Надеюсь Вася сейчас С другими эмоциями будет А динозавр на днях Приедет домой И мы такие Ой Мы же в роддоме забыли Его прислали Ни на кого положиться Нельзя вообще Просто Вообще Все думали Я рожать-то буду когда Одиннадцатого А одиннадцатая когда Завтра Конечно И мы сошьем Динозавра Именно Сядем Сядем Шестьдесятого Ну это Ладно Все Главное Все короче Все это пустое Главное что Мужчина уже с нами Прибыл Но зато можно положиться На ребят из МВорг Приехали Все уже сделали Собрали Сейчас Елена Сергеевна Как увидит Как и скажет Фу не нравится Надеюсь что Ребята очень круто сделали Сейчас посмотрим на ее эмоции Вот тут я спал С Леной? С Леной И с То есть третьего ждать? Нашим мужчинкой Да не Достаточно Было слишком тяжело Второй раз был Гораздо сложнее Да Кстати Расскажи про этот миф Про этот миф Все всегда говорят Что типа второй раз легче Быстрее Нет Второй раз сложнее Второй раз оказывается Восстановление после Матка сокращается Болезненнее Мне сказали что третий раз Может быть вообще Супер непредсказуемым И он Может быть даже еще сложнее Это как вообще? Почему Когда ты думаешь Там уже протоптанная дорожка Все должно быть легче? И кстати никак не влияет Перерыв между детками Про что мне написали Просто у вас очень долгий перерыв Это не влияет Ни это Ни возраст Здесь каждый ребеночек Рождается По-своему Он выбирает свой путь И вот сыночек Решил выбрать Такой путь Нелегкий Я чуть-чуть перефразирую Потому что Дети не могут выбрать Свой путь У них все равно Один путь Выхода Вряд ли ребенок такой Не буду как все Пойду через другой выход И мама такая Ох ты Про роды Она говорит сейчас такая Матка сокращается хуже Я представила Что Дима делает перебивки Знаешь типа Розовый фон Вот эти желтые буквы Матка И Ленка Так матка сокращается Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Я вчера смеялась Я смотрела вчера влог И там где мы с тобой идем Ну говорим там Про вот эти все вещи Типа что нужно сделать Чтобы рожать Начать Дим такой идет Типа Дим прости Дим такой там Типа ну Компьютер Помойку выкидывает Я как раз смеялась Это было очень смешно Я просто представила Что реально Дима так сделал Он такой Ах блин ладно Достал Наташа Продолжил дальше монтировать А что пойдем Пойдем Сейчас будем Конкурентов звать Это обязательно снимать Да конечно Можно себя снимать Вперед Плачешь Они ушли да А что сейчас будет А мы будем уже фоткать Да сейчас И нам нужны Какие-то постановочные фотографии Или Я все скажу Все Договорим Нам сказали что Раньше они зажигали Просто на рождение Ребеночка Но по технике безопасности Пожарной Им не разрешили это делать А поэтому нам вручили Сказали обязательно Мне загадать желание Это типа С днем рождения Прикольно А ты что делаешь Я счет оплачиваю Пока не оплачиваешь Не выпустят Ну да Ребенка не отдадут Просто отдельный блок Родильного отделения А есть конкретный центр Домашнего кушерства Где все более В домашней обстановке И все очень Вот так вот уютненько Нам вчера рассказывали Как тут Несколько женщин Родили сразу одновременно И их мужья Собирались вечером За столом Пили вино Такие Все прошло классно Обсуждали Все свои дела После работы Приезжали Типа к женам И при этом Расслаблялись сами Очень прикольно Тут же все находятся С мужьями Партнерские роды А еще тут елка Она такая красивая Я просто Когда начались роды Я сутки не выходила Получается из палаты Когда вышла Я такая Ух ты Елка Такая клевая Надо было сына поставить под елку Типа я его под елкой нашла Ну не в капусте Под елкой Новый год же скоро Еще сюда приезжают все Когда ведут беременность То есть до родов Можно приехать Здесь есть разные мероприятия Такие как Знакомство с доулами Разные курсы Тебя и научат И продемонстрируют Можно сделать массаж Который поможет тебе Подготовиться к родам Даже перевернуть малыша Если он лежит Не так как надо Можно просто приехать на чаепитие Со своими доулами И акушерками С которыми ты планируешь Этот важный день Вот В общем тут очень круто Очень уютно И невероятно спокойно Даже когда я лежала в палате А рядом происходили роды В соседней палате Невероятное спокойствие И тишина Это просто Это бесценно Блин Меня больше всего Мне кажется удивляет Что здесь такое все Чистенькое и новенькое Хотя Лапина Очень-очень много лет То есть здесь настолько Все это круто Поддерживается И так От этого так уютно И так красиво Отсюда даже уходить Не хочется Я планирую вот эту штуку С собой забрать Смотри какая клевая Да Можно еще вот так сделать Можно вытащить малыша И реально поставить под елку Вообще кайф Мне так нравится Надо было домой Такую тоже взять Качаешь Мне кажется Василиса Вообще не отходила бы Тогда от этой люльки Она бы еще и сама попыталась Своих кукол туда положить А тут кстати Палата маленькая Где можно это Детская Сюда можно ребеночка отдать Чтобы выспаться Представляете Я не знала Что вообще такое возможно И когда мне здесь рассказали Про это Что я могу Если хочу отдохнуть Поспать Я могу сюда отдать ребеночка С ним будет сидеть Медсестра детская А я буду спать Самое важное Что необходимо маме Как раз после родов Это любовь и забота Счастливая мама Счастливый малыш Все же знают Эту фразу Ну что же У нас выписка Пора идти Забирать малыша Кстати интересно Я запомню номер своей палаты Потому что когда меня спрашивали Даже когда к врачу ходила С какой палаты Я такая У меня есть номер палаты Пойдем Сейчас посмотрим реакцию Это усилиса Все Едем домой На лифте Сейчас знаю Как долго ты его готовил Часа три Счастливого человека 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok